Перед парадом они прямо в центре города принимают душ. Погода лишила военных передышки, добавив машинам грязи. Грозную буксируемую гаубицу. Вот так буднично трут щеткой. Этам стабе добавляет Камазу чуть меньше десятка тонн веса и длины. Только ствол. Это плюс 7 метров. За точность ее прозвали снайперской. Хорошая сцепка и никаких резких движений. В этом, говорят, залог красивого дефиле. Крайний раз стреляли зимой. Минус 27. Здесь на Погоновом стреляли прямая наводка. В походном положении мы его перевозим. Также расчет у него 8 человек. Они располагаются в капсуле, в Камазе внутри. То есть специальные уже... Раньше были на Уралах перевозили. То есть теперь штатная машина Камаза у них получается. Но сейчас там пусто. Ну, естественно, да. Самых закаленных холод этого Дня Победы явно не смущает. Занимают трибуну, кутаясь в пледы. Еще их точно греют поздравления и пожелания по погоде. Днем Победы! Здоровья, здоровья, здоровья! Стальную бабушку Марию Колтакову тепло встречает мэр Вадим Кстенин. Она защитница Воронежа. В свои 99 еще рекордсменка. Прыгнула с парашютом, плавала с аквалангом, водила танк и стала штурманом тренажера Су-34. В войну смогла буквально воскреснуть. Семья считала ее погибшей. Свой праздник со слезами на глазах встречала в Праге. Кто плакал, кто плясал, кто на голове ходил. Разные были эмоции. Но я плакала. Я потеряла много подруг и друзей. А на меня была похоронка 19-го числа декабря месяца за Воронежкой, когда воевала. Была ранена и не ушла с поля боя. А они потеряли меня и подали родителям такую похорону. Шесть минут только на то, чтобы все коробки вышли на площадь. Тех, кто чеканит, шаг. Иван Нижебецкий понимает, как никто. Сапер был контужен, когда война закончилась. Ему исполнилось 19. Он участник первого победного парада. Готовясь к нему, вспоминает, стер три пары сапог. Десять дней мы маршировали в Кеннезберге. Тогда он в Кеннезберге был. А потом Москва. На Келле занимались, на набережной Москвы, Крымский мост. Потом на ВДНХ. На Красную площадь там парад. Мы дважды ночью ходили, тренировались. Месяцы их тренировок позади. На площади тишина лишь изредка звенящая медалями. Слышные, как развиваются на ветру флаги. Парад по традиции начинают часы. Неожиданно звучит попури. Знамя победы неизменно приковывает взгляды. Торжественно блестят волги-кабриолеты. В строю отточено каждое движение вплоть до поворота головы и пауз между криками «Ура». А вот публика на этот раз не столь изобретательна. В окнах никого, пустуют крыши. Зато парапет Кольцовского сквера занят весь. Самые предусмотрительные с биноклями. Главных зрителей приветствует губернатор Александр Гусев. Мы вспоминаем всех, кто добывал победу собственной жизнью. Нечеловеческими испытаниями и безмерной любовью к родине. Низкий поклон нашим героическим ветеранам. Вечная слава тем, кто погиб, кто не дожил до наших дней. Мы отдаем дань глубокого уважения нашему народу, тем, кто воевал, кто ковал победу в тылу. Праздник глубоко символичный для наших поколений. Праздник скорби, горести, но одновременно и радости. Это позволило нам сегодня существовать под мирным небом, созидать, развивать наши территории. И вот он, главный момент, когда равнение на ветеранов. С высоты каждая коробка будто не 100 человек, а единое целое. В такт их шагов невольно отбиваешь ритм. Впереди легендарная 20-я армия. В войну освободила 67 крупных городов. Кстати, у всех своя парадная музыка. Дольше звучит марш авиаторов. Половина колонны – это военно-воздушная академия. Виза! Они готовы и на брусчатку, и в огонь. Пожарные регионы в параде участвуют второй раз. Артём Казин, как и каждый в этом строю, вспоминает своих героев. Марширует с нагрузкой, примерно в 10 кило. Уверяет, её не чувствует. Нести боевое знамя воронежского управления не тяжелее, чем рукав с водой. Но это другое. Там своя ответственность, свой адреналин, скажем так. Здесь другая ответственность. В руках со знамением пройти по площади – это, я считаю, почётно. Прабабушка после седьмого класса прыгнула в проходящий поезд и уехала воевать. Как раз был второй украинский фронт. Доставала бойцов раненых с поля боя. Эти участники под прицелом тысячи объективов. Парадокс, но небо проясняется, когда тут появляются ураганы и грады. Кроме систем залпового огня, словно по расчерченной Плехановской, движутся зягачи, медведи, бронированные рыси и великаны-искандеры. Почти вся техника с полигонов западного военного округа. Парад – редкий шанс увидеть и то, чему аналогов в мире нет. Вот, например, машина одной из последних модификаций. Это во всех смыслах фаворит нынешнего парада. Именно так называют зенитно-ракетный комплекс С-300. Именно центральной площади Воронежа он пройдёт впервые. Не участвовал даже в финальной репетиции. Тогда помешали провода. Габариты действительно впечатляют. Впрочем, как и характеристики. Способен поражать аэродинамические цели на расстоянии вплоть до 200 километров. Те, кто на броне, невероятно артистичные. Техника в Воронеже так красуется минут 10. Глядя на это мирное дефиле, думаешь, как советские солдаты выстояли. В самом начале войны часто даже винтовка была одна на пятерых. Они все осознают на сегодняшний день, как тяжело далась победа. Вот, например, у меня погибло два деда на войне. Но они успели дать жизнь моим родителям. Считаю, что мы всё должны делать для ветеранов. Всё должны делать для нашей страны. И воспитывать достойное поколение. Самые тёплые эмоции здесь после торжества. Они никак не могут наговориться и не спешат уходить. Ведь мерцающие тут и там вспышки создают мини-салют, оставляя всем желающим фото со своим участником парада. Евгения Соседко, Дмитрий Овчинников и Павел Редькин. Вести Воронеж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова